Анастасия Таммен «Рыбка. Второй поцелуй» Глава первая Я вляпалась в дерьмо. В прямом и переносном смысле. Мой сапог с чавкающим звуком увяз в коровьи лепёшки. Но я не застонала от разочарования, а продолжила улыбаться, глядя в камеру. За два года в роли телеведущей популярного реалити-шоу «Любовь-морковь» об одиноких английских фермерах, которые ищут свою вторую половинку, я научилась сохранять восторженное выражение лица даже в такие моменты, когда кто-то по локоть засовывает руку в корову, помогая ей разродиться. На деле же, и это зрелище, и свою работу фермерской свахой я мечтала забыть как страшный сон. «Снёта!» — объявил Джейми. Шотландец с огненно-рыжими волосами выглянул из-за камеры и отсылетовал моей термокружкой. «Слава тебе, Господи!» — выдохнула я. «Забрала у Джейми термокружку и принялась вытирать сапог о пожухлую траву. Без дозы кофеина и сахара я бы не пережила и дня съёмок. Если фермеры запросто просыпались ни свет ни заря, то меня, настоящую сову, регулярные подъёмы в 4 утра медленно, наверное, убивали. Весь ноябрь мы делали короткие репортажи о каждом из 10 героев нового сезона. Из отснятого материала мой любимый монтажник Хью соберёт первую серию, трансляция которой запланирована на 3 декабря. В течение месяца после этого заинтересовавшиеся телезрительницы смогут отправить нам видеоанкету, а мы отберём по две кандидатки и пригласим их посетить приглянувшегося фермера. У него в гостях под зорким оком телекамер им нужно будет доказать не только любовь, но и умение доить коров, управляться с трактором и стричь овец. Через 7 дней они разъедутся и снова встретятся лишь в финале. Из года в год мы снимали его в июле в большом, специально под это оборудованном амбаре, где каждый фермер выбирал свою наречённую. «У сеновала валяется шланг», — крякнул Билл, открепляя микрофон от лацкана моего серого пальто из плотной шерсти. «Я не пущу тебя в машину с дерьмом на сапоге». Пятидесятилетний Билл в фетровой кепке, прикрывавший лысину на затылке, был не только нашим звукооператором, но и водителем. И если мы хотели, чтобы он разблокировал двери и пустил нас внутрь, приходилось выполнять ряд правил. Мне было запрещено приносить с собой коровьи лепёшки, Джейми — курить в салоне, а Питеру — нашему осветителю — слушать хэви-метал. Как по мне, вполне разумные правила. «Скоро приду», — бросила я и направилась к Сеновалу. По дороге остановилась и вылила в рот остатки кофе. Самые лучшие ванильные латы с нотками лесных орехов и миндальных пряников варили в кофейне напротив моего дома в Камдене. По утрам я была одной из первых посетительниц. Бористо в чёрном тюрбане и сильным индийским акцентом уже имел на готове пол-литра моего любимого кофе. За эту предусмотрительность я называла его «Раджа Арун» и оставляла 10 фунтов чаевых, в два раза больше, чем стоил мы латы. Всю дорогу до места съёмок в машине Билла я делала маленькие глоточки, а в конце съёмочной смены, спустя 10-12 часов, пила уже остывший кофе, не желая выливать даже каплю чудодейственного зелья. Я перешагнула через толстый кабель, тянущийся от камеры Джейми к микроавтобусу и пошла в сторону Синовала, оставив парней собирать оборудование. Для съёмки пилотного эпизода мне не нужна была съёмочная группа в 30 человек. С 10-минутными роликами мы отлично справлялись вчетвером. Были свои преимущества в работе телеведущей. Мне больше не нужно было таскать тяжести. В самом начале, когда я ещё студенткой второго курса устроилась на телеканал BBC, мне поручали любую работу. И сматывать провода, и надраивать линзы, и подзаряжать аккумуляторы, и даже камеры тягать. И совсем кроме последнего пункта я справлялась с Нура. А вот волочить 15-килограммовую камеру при моём весе в 50 килограммов и росте в 160 сантиметров просто не представлялось возможным. Обещанный шланг не нашёлся ни у Синовала, ни у конюшни. Зато из коровника донёсся голос Уильяма, хозяина фермы и одного из пятерых героев этого сезона. Сорокалетний холостяк, страшно заикающийся в присутствии женщин, всё своё время проводил в тракторе, окучивая поля, и не мог сам колесить по Англии в поисках невесты. Для этого у него была я. Сваха номер один, лучшая в своём роде, единственная и неповторимая, Роуз де Леви. Да, я часто, то есть всегда, ныла, что не хочу вставать по утрам, что не для этого я три года училась на журналиста, но как же приятно видеть счастье в глазах моих подопечных, когда они прижимают к своей груди новообретённую вторую половинку. И раз за разом думаешь, а может быть, ну их, эти вечерние новости, о которых я грезила шестнадцати лет. Только расстраивает людей, а так я делаю их счастливыми. Ведь кто-то же должен быть счастлив, если уж я не могу. В коровнике настойчиво пахло сеном. У пятого стоило справа, Уильям разговаривал с коровой, заботливо поглаживая её между глаз. Она блаженно жмурилась и тыкалась носом в его ладонь. Все животные на ферме были спокойными, ухоженными и довольными. Когда мы впервые приехали к Уильяму в конце сентября, чтобы лично познакомиться, в моём мозгу тут же сложился образ, который мы представим стране. Заботливый мужчина с чётким сердцем. «Эй, Уильям!» Я помахала рукой, привлекая его внимание. Он взвизгнул, как девчонка, и в ужасе зажал ладонью рот. Его лицо стало смертельно бледным. Все коровы резко повернули головы, с осуждением замычав на меня. А та, что стояла позади, ткнула носом в спину. От неожиданности я отпрыгнула, и, пытаясь поймать равновесие, засеменила ногами, но избежать падения не удалось. Сделав ещё два шага, поскользнулась и улетела прямо в корыто сеном. Твою ж мать! Под задницей оказалось достаточно мягкого сена, чтобы не ушибиться. Но досталось моему самолюбию, которая и без того каждый день страдала, начиная со звонка будильника в четыре утра. На глазах выступили слёзы. Неужели ради того, чтобы реветь в коровнике и решать чужие любовные проблемы, я отказалась от Сэма? «Вы ушиблись?» Подскочил ко мне Уильям. Я замотала головой и позволила ему поставить меня на ноги. Я шланг искала. Через минут двадцать я сидела на заднем сиденье нашего микроавтобуса с промокшими ногами и смотрела из окна на пологий ландшафт Оксфорд-шира, зелёный даже в начале декабря. Разговоры коллег и музыка, звучавшая по радио, отошли на второй план. Мои мысли вернулись к Сэму. Семь лет назад я предпочла ему карьеру на телевидении. «Срочное включение с нормандского острова Олдерни в проливе Ла-Манш». Донёсся взволнованный голос радиоведущего из динамиков. «Сегодня утром вследствие урагана Рина оказалась разрушена береговая линия со стороны порта. Затоплены десятки домов. Повреждена большая часть катеров». Я резко подалась вперёд, ремень безопасности впился в грудь. «Сделай погромче!» Попросила я Билла. Новости я просматривала регулярно, а сайт агентства Рейтер был моей библией. Единственное исключение составляли дни съёмок, когда приходилось концентрироваться на пугливых фермерах. «Метеорологи недооценили масштаб надвигающейся катастрофы», пояснил радиоведущий. «Вместо предсказанного крепкого шторма на крохотный остров с населением в две тысячи человек обрушился ураганный ветер со скоростью 119 км в час. К счастью, жители единственного города Сент-Энн не пострадали». Я выхватила телефон из кармана пальто, написала сообщение маме и принялась листать новостную ленту. На одном видео десятиметровые волны налетели на пляж Брей. И вот фотография. Дюны смыты, а дома вдоль плаца Лайн стоят частично без крыш и с выбитыми стёклами. Я искала в каждом новом сообщении название отеля «Последний герой», но его нигде не упоминали. Значит, можно надеяться, что он уцелел. «Роуз, ты чего такая бледная?» Осторожно спросил Джейми, сидевший рядом. Я выросла на Олдерне. Отозвалась я, вглядываясь в очередной видеоролик. Картинка дёргалась, но очевидными становились две вещи. На восстановление потребуются миллионы, а о рождественском туристическом сезоне, который приносит Олдерне основную часть годовых доходов зимой, не могло теперь идти и речи. Мой родной остров, где никогда ничего не меняется, и десятилетиями, главным событием года остаётся цвет платья очередной победительницы мисс Олдерне. Оказался в бедственном положении. Джейми придвинулся и взглянул на экран моего смартфона. Кошмар. Так точно. Три часа до Лондона я молчала, читая новости, безрезультатно звонила маме и гадала, насколько всё на самом деле плохо. К сожалению, мне больше некому было звонить. Покидая Олдерне много лет назад, я оставила за спиной не только остров, но и всех Олдерне истов. Первая волна паники схлынула, и я вспомнила негласное правило, известное каждому телевизионщику. Чем сильнее раздута трагедия, тем выше рейтинги. Реальное положение дел можно узнать только на месте. Роу сообщает, что пострадавших нет. Напомнил Джейми, когда мы выбрались из машины у телестудии и мягко похлопал меня по плечу. В этот момент на экране моего телефона, который я не выпускала из рук, наконец отразилась фотография мамы. «Мам, как ты?» Мой голос был неестественно высоким и сорвался на последнем слове. «Всё хорошо, милая, всё в порядке», зашептала мама. «Нам не так сильно досталось, крыша только подтекает в паре мест, но всё хорошо, не волнуйся». Мама всегда старалась казаться сильной, поэтому я переживала, что крыша последнего героя не подтекала, а попросту отсутствовала. «Чёрт с ним, с отелем! Ты как?» «Нас, островитян, ветрами и волнами не напугаешь!» Тихо хихикнула она. На другом конце провода послышали шаги и недовольное ворчание. После небольшой паузы я решилась спросить, «Как папа?» «Злится, что не сможет принять туристов. Сейчас уже посыпались отказы на зимние каникулы». Мама ещё сильнее понизила голос. Я едва могла различить её бормотание. «Будем надеяться, что починим всё к лету. Правда, где брать для этого деньги без туристов, непонятно. Ладно, не забивай себе голову. Как твои успехи?» В груди защемило. Родители не были бедняками, но жили скромно и каждый пень откладывали на нужды отеля. И хотя папа вот уже семь лет не желал меня видеть, у меня всё равно появилось желание помочь им. Я не раз видела, как организовывались телемарафоны для сбора пожертвований. Так почему бы не использовать известный формат? Если мои репортажи могли привлечь городских красавиц на фермы, то неужели у меня не получится влюбить зрителей в Олдерни и собрать деньги для его восстановления? Глава вторая План по спасению Олдерни сформировался в лифте, когда мы подъезжали ко второму этажу здания Би-Би-Си. А уже на третьем этаже меня начали грызть сомнения. Уговорить Гарри, нашего шефреда, будет непросто. Но гораздо больше меня пугала сама поездка. Оказаться на Олдерни означало столкнуться с прошлым, с отцом, который не желает меня знать. А еще с Сэмом. Господи, какой ужас. К четвертому этажу я уже прокляла свой план и искала пути отступления, вплоть до героического прыжка в шахту лифта. Все лучше, чем оказаться лицом к лицу с первым мужчиной, при мысли о котором даже семь лет спустя учащается сердцебиение. Хотя кто сказал, что моим воспоминаниям о самом красивом парне на свете можно доверять? Скорее всего, он давно растолстел, облысел и женился на какой-нибудь клуше. А единственное, что сегодня напоминает о его былой красоте, это их дети. Такие голубоглазые ангелочки с темно-русыми кудряшками и ямочкой на подбородке, как у него самого. Сэм наверняка носил детей на плечах и потакал всем прихотям. Пару раз, ну ладно, признаюсь, миллион раз, я порывалась узнать, как сложилась его жизнь, но так и не решилась. Вдруг он оказался удачливее и, главное, счастливее меня. Сердце болезненно заныло. Но нет смысла жалеть или злиться, ведь я сама выбрала свой путь, а Сэм — свой. А наши поцелуи в библиотеке его особняка, казалось, были в какой-то прошлой жизни. Сейчас речь шла не о нас, а о моих родителях и еще двух тысячах жителей Олдерни. Мне предстояло убедить Гарри в целесообразности телемарафона, а он, к моему великому сожалению, не славился сговорчивостью. Впереди ждали сложные переговоры, и удача была не на моей стороне. За длинным овальным столом на другом конце телестудии он сидел в окружении моих коллег. Оставив Джейми, Билла и Питера за спиной, я подлетела к Гарри и присела на корточке, игнорируя косые взгляды. «Уделишь мне пару минут?» Шеф нахмурил свои густые темные брови с проседью и отложил в сторону айпад. «Роуз, у нас планерка!» Я энергично закивала головой. «Знаю, Гарри, знаю! Ты видел, что случилось на Олдерне?» Я ссынула ему под нос телефон с фотографиями острова. «Там все разрушено, Гарри. Надо поехать на остров и сделать серию репортажей. Отправь меня!» Взгляды коллег, прожигающие мою спину, заставили ладони вспотеть. Успокаивало только присутствие Кейт, редактора «Доброе утро, Великобритания» и по совместительству моей лучшей подруги. Мы познакомились на первой лекции в университете, а теперь работали в одном отделе Би-Би-Си. Я бросила короткий взгляд через плечо. Кейт дергала себя за светлые волосы и закатывала глаза, как в эпилептическом припадке. Господи, неужели Льюис опять не дал ей выспаться, вспомнив последний момент про какую-то поделку из камней и каштанов? «Тебе-то зачем ехать на остров?» удивился Гарри. Он откинулся на спинку кресла и сложил ладони на объемном животе, из-за чего руки стали казаться короткими, как у тираннозавра. Наш корреспондент выехал на Олдерни сразу, как только позволили погодные условия. Он отправит нам свежий материал к вечерним новостям. «Это прекрасно!» Я подняла большие пальцы и чуть не потеряла равновесие, отпустив стол. Из горла вырвался панический вдох. Еще не хватало второй раз за день шлепнуться на задницу. «Правда, я совсем о другом, Гарри. Остров зависит от туризма. На рождественские каникулы они пролетают. Значит, им и к летнему сезону будет не на что подготовиться. А если мы сейчас раструбим о том, какая там разруха, туристы и летом не приедут. Гарри, в наших руках спасти Олдерни от беды». «Роус», прогнозавил Руфус из вечерних новостей, сидевший по правую руку от меня. «Серьезная журналистика в том и заключается, чтобы показывать правду». Я еле сдержалась, чтобы не зарычать. Руфус был из тех мужчин, кто считает, что женщины могут делать репортажи только про средства по уходу за кожей. Я поднялась и скрестила руки на груди. «Тебе выгодна только та правда, от которой растет рейтинг. А мы оба знаем, что чем чернушнее новости, тем лучше». «Что ты предлагаешь, Роус?» спросила Кейт, и я была готова расцеловать подругу за поддержку. «Вместо того, чтобы снимать разрушения, дайте мне показать остров с лучшей стороны. Белоснежные пляжи, зеленые склоны и исторические достопримечательности. Люди влюбятся в Олдерни и завтра же кинутся бронировать отели и скупать билеты. Острову необходимы эти деньги». «Роус, ты бы сено из волос вытащила, а то приходишь нам планерку срываешь. Возвращайся, как своим коровам». Вновь подал голос Руфус. Я быстро провела руками по голове, выдернула пучок сена, на который, видимо, и намекала Кейт, дергая себя за волосы, и резко обернулась к этому заносчивому индику. Ведь я знала про себя, что могу делать новости не хуже него, и делала бы, если бы Гарри мне позволил. Разве я собиралась всю свою телевизионную карьеру провести в роли свахи? Когда мне предложили вести «Любовь-морковь» два года назад, я была девчонкой на побегушках и мечтала стать серьёзным журналистом. Но ведущая ушла в декрет на три месяца раньше, и Гарри, напоминавший в своей клетчатой рубашке и вилетовых брюках милого дядушку, просил выручить и обещал, что это временно. Шоу заполняло послеобеденную, мёртвую паузу между новостями и имело такие низкие рейтинги, что в конце сезона его собирались закрыть. Не работа мечты, но определённый шаг вперёд. Моя ошибка заключалась в том, что мне ужасно понравился один из героев того десятого и, как я думала, последнего сезона. Кроткий женщинами в управлении своей фермой Кай был настоящим профи. Его свинарня даже получила награду «Лучшая биоферма Англии». Серьёзно, этот мужчина заслужил прекрасную женщину, которая бы объезжала с ним на тракторе без крайней владения и вязала ему носки из собачьей шерсти. Я вложила своё сердце и на четвёртом выпуске вернула внимание телезрителя. К концу второго месяца трансляции передачу поставили в прайм-тайм, а к финалу сезона увенчавшегося свадьбы Кая и Кэрол меня, одинокую и без намёка на личную жизнь, окрестили главной английской свахой. Гарри в итоге отказался искать незамену. Шоу продолжили, а я застряла в ненавистном амплуа. Нет, Гарри, конечно, преподнёс это иначе. «Роуз, я ищу-ищу, у нас кастинги каждую неделю, но никто тебе в подмётки не годится. Ты — залог успеха нашего деревенского хита. Неужели ты хочешь, чтобы мы его лишились? Потерпи ещё чуть-чуть, моя золотая». Под овечьей шкурой скрывался хитрый волк-манипулятор. «Роуз, вокруг света готовят другой отдел». Осторожно, напомнил Тони. Тони готовил самые чернушные репортажи с расчленёнкой, изнасилованиями и кишками. Как это уживалось с ним наряду с вкратчевым голосом, хомячьими щёчками и пятью сыновьями, оставалось для меня загадкой. Хотя Кейт, у которой был шестилетний Льюис и поделки из ореховых скорлупок и блёсток, утверждала, что нервы многодетных родителей крепче нержавеющей стали. К нам подошёл Джейми, видимо, уже передавший отснятый материал монтажникам и присел на краешек стола рядом с Кейт. Как уже говорил ранее, я хочу сделать серию репортажей об острове и завершить их под Рождество благотворительным сбором в прямом эфире. Сначала подогреем интерес зрителей к острову и намекнём, что его спасение в их руках. А потом ещё зазовём их приехать летом, посмотреть, как там всё здорово благодаря их помощи. Пусть почувствуют себя щедрыми Санта-Клаусами, а мы на их пожертвования восстановим Олдерни. Я ждала аплодисментов, но коллеги молчаливо переглядывались. Только Кейт и Джейми, понимающие, кивали головами. «Мы...» протянул Гарри. «Мы — телеканал BBC, а не благотворительный фонд. Но идея со сбором мне нравится. Ты умеешь выдавить слезу? Скорее всего, рейтинги будут довольно высокими. Но, Роуз, чего тебе сдался этот Олдерни?»